Растущая угроза. Том 3. Латинил Санхолдский. Со всей осторожностью я сформировал тайное объединение несогласных с мотивами и приемами Талмора. За несколько месяцев я перевел свою семейную собственность в наличные и забрал из своего наследства столько, сколько мог, не вызывая при этом подозрений. Я намеревался последовать за Райнандором и способствовать восстановлению его репутации и положения. Тогда мы бы вернулись, одолели Талмор в его собственной игре и отстояли бы исконные нравы и устои Альтмеров. Остальные члены моего объединения должны были оставаться на острове Саммерсет и в меру своих способностей добиваться доверия талморцев, по мере возможности высылая мне тайное послание. Неделями я тщательно наводил справки и давал заоблачные взятки, пока мне не удалось разузнать, что Райнандора отправили на корабле в сторону Анвела. Я сам сел на корабль в Анвел. Там мои поиски практически оборвались, ибо Райнандор так и не прибыл в порт Анвела. Моя догадка, что с Райнандором лицемерно покончили, подтвердилась, когда я разузнал о некоторых матросах, которые числились в команде того же судна. Все они погибли при загадочных обстоятельствах. Вскоре последовало первое из многочисленных покушений на мою жизнь. Полагаю, излишне говорить, что я выжил, однако мой великий план противостояния Талмору развалился за отсутствием уважаемой фигуры, которая могла бы его возглавить. Я ушел в подполье с нетерпением, ожидая известий с острова Саммерсет о деятельности Талмора. В течение следующих лет я разными путями стремился быть услышанным в Империи, чтобы предупредить о действиях Талмора. Империя, однако, была и так достаточно озабочена разрешением последствий кризиса Обливиана в пределах собственной территории, чтобы искать себе лишних забот в далеком Саммерсете. После убийства императора Уриэля Септима VII, его наследников и самопожертвования Мартина Септима, истинного спасителя острова Саммерсета и остального Тамриэля, оборвалась династия правителей страны. Верховный канцлер Аката созвал пленум Совета Старейшин в безуспешной попытке выбрать нового императора. В отсутствии императора за пределами Сиродила империя стала раскалываться. Аката поневоле согласился стать патентатом на условиях устава Совета Старейшин до возобновления императорского правления, но правители поневоле редко сильные правители. Патентат Аката делал похвальные попытки управлять хаосом, угрожавшим империей развалом, и даже начал преуспевать, когда произошло извержение Красной Горы, уничтожившее большую часть Варденфелла. Вероятно, в этом был замешан Талмар, но мне еще лишь предстоит найти доказательства его происков в этом деле. То, что осталось от Морруэнда, погрузилось в абсолютный хаос. Последствия извержения докатились даже до Чернотопия, уничтожив дороги и отрезав расположенные там имперские гарнизоны. Никто не был готов к тому, что произошло вслед за этим.